Война на микроэлектронном уровне. В Калужском радиотехническом институте знают, как преодолевать ПВО противника. Исследовательский центр — лидер по разработкам авиационных средств радиоэлектронной борьбы. Во время полета умная автоматика имитирует другие цели и создает помехи, делая самолет невидимым. Сейчас на предприятии разрабатывают систему радиоэлектронной борьбы для новых самолетов ОКБ «Сухок». Это станции помех индивидуальной защиты и станции помех групповой защиты для самолетов типа Су-30. Эти станции мы поставляем вместе с самолетами ОКБ «Сухок» в различные стороны мира. Разработки института по многим показателям превосходят мировые аналоги. Здесь не скрывают, что есть два технологических аспекта, позволяющих оставаться на высоте. Первая инновация — это так называемый объемный САПР — система автоматизированного проектирования. Программа для создания изделий в формате 3D. После внедрения САПРа количество ошибок сократилось в 10 раз. Производительность же выросла вдвое. Как пример — лайнер «Суперджет», который сделан без единого бумажного чертежа. При старом конструировании рабочий смотрит все железо, которое ему дают до сборки, собирает, а потом начинает соединять. Он может там, там провести с какой-то долей самостоятельности. То здесь, в принципе, если они заинтересуются, вот рабочие, они могут взять у нас объемную картинку, посмотреть и собирать по картинке. В каждом комплекте станции активных помех используют более 600 таких микросборок. Их так много, что собирать вручную очень тяжело. Поэтому новое направление — полная автоматизация ручного производства. Простой пример — СВЧ-микросборка. Вот старый образец. Титановый корпус, более 300 маленьких плат, около 800 диодов, полторы тысячи других элементов. Все сделано вручную. А вот прототип нового образца. Корпус алюминиевый, одна шестислойная плата смонтирована автоматически. Но размер платы может стать еще меньше. Есть СВЧ-разъемы, которые примерно в два с полной раза меньше. Их можно чаще поставить. То есть вот эта матрица становится примерно вот такого размера. Секрет качества в особой настройке. Аппаратуру отладывают с помощью компактной безэховой камеры, которая гасит излучение в пространстве. Для имитации электромагнитного поля используется безэховая камера. Вне стоят приемные и передающие антенны. Уникальность ее в том, что она очень маленькая, и для использования ее можно переносить куда угодно. Камеры располагают с двух сторон от станции активных помех. Антенны внутри под определенными углами. В этом особенность конструкции. Подобные камеры используются не только для испытаний, но и для защиты персонала от электромагнитного излучения. Вот мобильный телефон. Вот сколько он сейчас излучает там в районе. Это где-то в районе, по-моему, говорят, там, ну, до одного ватта там максимум. А это в 200 раз больше. И здесь немножко другие частоты. Не секрет, что высокие боевые качества современного истребителя во многом зависят от трест радиоэлектронной обороны. Над этим работают все мировые авиагиганты. Боевые самолеты марки ВСУ с аппаратурой Калужского института становятся почти неуездными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!